Всем привет, с вами я Сергей Молошенко и сегодня мы играем в FIFA Ultimate Team. Для начала немного продажи, мы решили снова продолжить кубок, для этого я себе немного изменил состав, но как видите я до сих пор ищу форварда. Сегодня в выпуске мы посмотрим на связку Шей Лонг и Талиско из Бенфики, я вам покажу что из себя представляет Шей Лонг, насколько он хорош, насколько он мне нравится и второй форвард это будет Талисо. Также будет на скамейке Тайсона, если что-то случится, но я думаю Тайсона приберегу, ну как сказать, на следующий выпуск. Что сказать про прошлому выпуску, обидно проиграли в финале, немного я изменил состав, полностью поменял защиту, также братарь, добавился новый опорник, атакующий, ну то есть там изменений много, будем пробовать, будем смотреть. Ну и постараемся со второго раза, я думаю все-таки взять этот кубок, думаю все у нас получится, даже такой командой. Думаю это последний раз мы будем в кубок, потому что денег маловато, денег маловато, нужно играть чемпионаты, потому что чемпионат худо-бедно за 10 игр точно дадут определенную сумму. Кубок если ты не выиграл, то ты не получаешь ничего, по сути дела. По составу, смотрите, начну слева направо, слева у нас Тремулинас из Севильи, дальше Лапорте, Атлетик Бильбао, Мустафи составляет его компанию в центре из Валенсии, справа Фигуэрос из тоже Севильи. На ворота Хачева из Малаги, дальше Капитан Луис Густаво Вольсбург и Австралиец Единяк из Кристалл Пэлэс, это у нас два опорника. Дальше идут атакующие Хавы, это Дуглс Коста, здесь у нас Шахтер, но на самом деле Бавария, и Рос Баркли из Эвертона. Нападающие у нас будет Талисо и Бенфика, и Шей Лонг. Давайте посмотрим на первого соперника, действительно очень все серьезно, тут и Криштиан Роналду, и Ибрагимович, и Бейл. Кавани впереди, Хамес, Родригес и Бензима в центре поля, кто отбирает мяч, я не знаю, будет. Марселло, Тиаго Сильева, Давид Луис и новобранец Реала Данило на воротах Сериву. Состав приличный, 100% сыгранности, 85 рейтинг. Учитывая наши силы, то я думаю, нам будет сегодня непросто. Непросто, но это начало, я как бы не переживаю за свою команду, думаю, что парни смогут. Как говорится, гибрид пробую первый раз. То есть мы полностью поменяли оборону, не зная, что будет лучше или хуже. Лапорт и Мустафи, думаю, в принципе, неплохая пара центральных защитников. Начнем, как всегда, немножко от оборонцы. Проверим соперника. Интернет, если честно, не радует, но я думаю, для нас это неплохо, что он начинает при таких лагах. Я думаю, мы смогли остановить Ибрагимовича и теперь можем уйти наконец-то в свою первую атаку, которая, к сожалению, закончилась ничем. Но мы сразу же перехватили, работает наш опорник Единяк. Я думаю, Единяк и Луис Густаво сегодня соберут просто все отборы. Рос Бартлис, как бы атакующий правый, я не знаю, прокатит это или нет, так как скоростью он серьезно не обладает. Но у нас первый момент. Фигуэрос, это у нас оказался правый защитник штрафной соперника. Но я думаю, ничего страшного. Думаю, прессингом мы его сможем немножко взять. Главное, не отдавать ему мяч. При каждой попытке его убежать в контратаку у нас будут очень большие проблемы. Снова мы атакуем через правый фланг, а это у нас не Перейра. Рос Бартли. Фигуэрос. Фигуэрос у нас на фланге. Пытается прострелить. Вот он Талисо. Пытался делать пас, а получилось... Получилась очень опасная контратака, но великолепен Лапорте. В итоге мяч попал друг в друга и он остался у соперника. Пытается, пытается соперник найти. Я вижу, что он пытается закидывать своих быстрых. Он не хочет контролировать мяч, он пытается делать контратаки. Но в то время у нас пока убегает Дуглас Костер. Я думаю, опа, вратарь. Не нужно рисковать. Давай, подачка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зачем? Почему я не остановил? Я мог забить пустые ворота, но... Скажу честно, он немного занервничал, когда вышел вратарь. Видно, сработала фишка. Но пока он нервничает сам. Мяч я ему не отдаю. Потому что понимаю, каждый раз, когда у него будет мяч, это будет проблема у меня. Фигуэро пока что очень положительные эмоции у меня вызывают. Если честно, я выбирал между ним и Кокки. Знаете, такого тоже защитника Сивилии, капитана ихний. Но почему-то выбрал португальца. Показался мне он, что ли, более техничный. Но попробовал, если честно. Тут как бы... Он у меня был в паке, когда-то выпал. И чтобы не покупать другого центрального защитника, я просто посмотрел Кокки. Разница была не слишком большая, и я попробовал. Так, ну а тем временем Талиса, на самом деле, это атакующий хав. Я его поставил вперед. Ну, просто нашел карточку его атакующего. И не знаю, что из этого получится. Он достаточно высокий, быстрый, техничный. Может быть, его лучше, конечно, было использовать с Апшником, а Дугласа Коста впереди. Но я решил наоборот, чтобы Дугласа разгонял, а Талиса реиспользовал. Ну и в конце концов Талиса может головой забивать. А Шейлонг у нас маленький, но быстрый. Шейлонга, я думаю, за вот эти два матча вы посмотрите и увидите. Именно два матча будет. Даже если мы там выйдем дальше. Ну, я уверен, что я думаю, сможем пройти дальше. Будет всего два матча. Я думаю, нет смысла делать выпуски по часу. Потому будем разделять как бы два матча. Может быть нарезкой, может быть полностью. Ну, то есть, тут как получится, как будет интересно. Буду пробовать разные жанры. Ну, то есть, буду пытаться что-нибудь найти, что-нибудь интересное. Может быть, какие-нибудь ванапы. Ну, то есть, будем пробовать. Для начала нам нужно хотя бы немножко заработать, а для этого нужно выигрывать. Выигрывать турниры, выигрывать чемпионаты. Ну, хотя бы просто играть 10 матчей чемпионата. К тому, я думаю, нет смысла кубки Кубки кубками, но чемпионат Больше приносит прибыли Да и интереснее дойти до первой лиги Конечно, с таким составом будет тяжело, но, блин Мы легких путей не ищем А тем временем, я вам скажу, Белл набирает Скорость, остановить его Ну, получилось остановить, я думаю, сейчас А что, будем всегда начинать через ближнего Соперник Пока, если честно, меня удивляет У него состав, ну, действительно Очень приличный, скажу так Мы играем явно первым номером Что они делали Они врезались друг к другу, еще избили чужого игрока Мы явно играем первым номером Мы, то есть, не даем сопернику много находиться С мячом, и в то же время Стараемся, как можно Сразу же задушить его атаки Точнее, контр-атаки, потому что он пытается Искать свободное пространство Он сразу пытается вывести Ух ты, а у нас здесь Талиса убегает Ну, я думаю, опять вратарь Да что ж тебе, все Это был удар, ребят, пустые ворота Да, пока Талиса, я чувствую, Тайсон-то есть на скамеечке Если Талиса сегодня не пойдет Я думаю, может поменять А вот это опасно Ковани Интернет, как всегда, дает Дает наш шанс отнять И мы им пользуемся Луис Густаво Запускает Шейлонга Но тут даже Шейлонг, я вам скажу, не успеет Марселло явно был впереди Явно был раньше к этому мячу Ну, а соперник пытается Пытается нас скрыть Но мы быстро возвращаемся То есть, наши опорники быстро закрывают А вот момент Вот момент у Талиса Обвел он защитника Убегает от двоих Делает передачу на пустые ворота И 1-0 И это Шейлонг Я думаю, это только начало На самом деле Великолепно в этой ситуации Сыграл Луис Густаво Повтор мы вряд ли увидим С этого момента Именно его перехват Вывел двух напов вперед Ну и, конечно, Талиса Сделал все красно Красиво Соперник сразу нажимает паузу Ну, мы немножко подождем тогда В чем я расскажу еще раз То, что Густаво великолепно сыграл в отборе Хорошо себя проявил То есть, он вылез на пустое пространство И отдал на Талиса Талиса смог обвести защитника И за счет скорости То есть, он не дал себя догнать Крайнему защитнику Когда все уже сместились к нему Потому что, ну, явно было понятно Что, скорее всего, он будет исполнять сам Он сделал передачу на пустое пространство А тут странная замена Меняет Бейла на Гуарина Теперь я вообще не понимаю Какая у него схема Наверное, он перешел на 4-4-2 Скорее всего Я не знаю У него теперь И Брагимович И Кавани И Бензиман Аппы То есть, Гуарин Это вряд ли он будет на правом фланге Его оставит Ну, не знаю Это дела соперника А мы тем временем Опять начинаем атаки Ой-ой-ой-ой Ошибся Я очень опасно Слава Как говорится У него Роналду решил ударить Роналду В футболке Барселоны Всегда интересно посмотреть Но мы тем временем Начинаем низом Начинаем низом Смотрим, чтобы соперник не был Как можно близко к нашим защитникам И отдаем на самого пустого Великолепно Великолепно у меня левый защитник разыграл Так что мы же даже потеряли мяч В центре В центре очень хорошо работает Луис Густаво Я думаю По первому тайму У него будет много отборов Тем временем Мы пытаемся забежать Но Я говорю Вот у него Чем хорошо Они То есть Они не то, что отбирают Они Находятся в центре Троем Ну и мешаются То есть у нас в центре По сути все дела Вратарь делает подкат На углу штрафной И получает за это Желтую карточку Где-то я это уже видел Ну да ладно Продолжу Смотрите У него просто получается Что в центре находится Просто три человека У нас два По факту Два опорника разыгрывают Потому что атакующие Они больше склонны к лангам Но тем временем Я подаю Росом Баркли Ой-ой-ой-ой Повезло Сняли Лапорте Ну попробуем Дальний удар Ну скажу опасно Но было понятно Что скорее всего Вряд ли я отсюда забью Тем более центральным защитником Ну а тем временем Соперник тоже решает Низом разыграть В принципе Смотрите Грамотно У него шесть человек На приеме мяча работало Сейчас очень опасно Роналдо полез на всех Но Ну давай Давай-давай Левый защитник Все-таки справился И Севильи у нас Тремулинас Хорошо сыграл В принципе Он оставил Роналду Баркли Да Он конечно не техничен Я думаю Все-таки Будем еще искать Атакующего хава Тем временем У нас Заканчивается Первый тайм Мы выиграем 1-0 Благодаря Шейлонгу К сожалению Пока не получилось Показать всех его Всю его силу Но Пустые ворота забил В принципе Талиса Пока неплохо Но были моменты Где действительно Был зол на него Что посмотрим По статистике По статистике Как я говорил В принципе Луис Густаво У нас лучший В первом тайме У него тут конечно Странные перестроения Давайте посмотрим По сейвам То есть 1-0 У него вратарь Вообще не без работы У нас вдумайтесь 6 из 9 Луис Густаво Плюс единяк Сделал по одному отбору В принципе Рапорник работает Причем он работает Как и в разрушении Так и в созидании Ведь именно он Сделал третий пас Во время гола То есть В хоккей Мы засчитали Плюс 1 Так Ну Посмотрим соперник Готов ли ко второму тайму И начнем его Думаю Будет интересно Думаю Соперник полезет вперед Даже вот этим Своим боевым составом Посмотрим Что мы сможем Пока мы В принципе Разыгрываем Треугольнички Такие знаете Вот небольшие Треугольнички На фланге Шейлонг Ой-ой-ой-ой-ой Как он Велигармина Убирает 1 2-0 Ребят Шейлонг Делает думы Причем он Ну сделал В этом уголе Все сам Он обвел Мне показалось Давида Луиса Убрал его Конечно технично Пошел к центру И в дальний угол Положил Серегу Серегу Видно ждал Ближний Ну не знаю Ну 2-0 Вот вам И Шейлонг Теперь я думаю Соперник точно Полетит вперед Делает пока он Странные вещи А у нас Толиса На Шейлонга Ну не знаю Как-то получается Сегодня что-то Шейлонга Так запускать Что я не знаю Что Не знаю Даже Лео Месси Не успел За такими мячами Великолепно У нас Опорники Конечно Работают Причем они Они главное Делают Сбивают Атаку То есть Они сбивают Ему скорость Смотрите У меня уже Как минимум У меня за линией Меча 10 человек То есть Один на пуще Только не успел Вернуться И вот Попробуй здесь Да Он естественно Начинает То есть У него не получается Контратака В позиционной Ну не скроешь Не скроешь Здесь Плюс у него Конечно Сыгранность 100% У меня там 80 с чем-то И все равно Как бы Честно скажу Пока вот эти парни Мне не показалось Что они теряются Как вот было В прошлой команды Мы были в финале Мы пропустили Второй или третий гол И было понятно Пока команда Она теряется То есть И при приеме Были проблемы И с передачами То есть Здесь парни Ну пропускаем Ну пока мы еще Не пропускали Но в принципе При 0-0 Было все нормально Посмотрим Что будет Если мы пропустим Но пока Меня радует Эта команда Радует Два защитника Фланговые защитники Пожалуй Это в моей команде Я понял Что самое главное Потому что Все таки Атаки Все начинается Через них Также нужен Правый Центральный Полузащитник Потому что Поверьте Все через него Все через него Если был бы Пере Ой-ой-ой Очень опасно Но Видите У него Чуть-чуть Вот где-то ему Мелочи Не хватает И он не может В принципе Атаки Он валит С классной Я думаю Это схема Минус Этой схемы Начинаем Мы очень опасно Но мы подождем Его Я думаю Смотрите Вот у нас Один нападающий У него уже убежал То есть Это минус 1 Мы стараемся Как можно Быстрее довести То есть Получается У него За линией Меча Всего 3 человека Опять вратарь Уходит Спешу Почему-то Спешу я в этих Моментах И не использую А счет-то Всего 2-0 То есть Понимаете Ой-ой-ой Это Алиса Отбирать Конечно Очень опасно Но зачем-то Зачем-то Я при приеме Решил нажать Скорость Продолжил свою мысль Счет Всего лишь 2-0 То есть Если он сейчас Забивает Уже 2-1 И тут Начинается Большая интрижка Тем временем Единяк У нас работает В отборе Пас назад И Луис Густаво Разбирается В этой ситуации Привычные Атаки Через правый Фланг Видно ждет их Но все равно Разбаркли Получится Ну Доведи Нет Не доводим Да Все-таки Очень корявая Но Говорится Дошла Так А паузу Нажимает соперник И К сожалению Он выходит Не знаю почему Видимо ему не понравилась Возможно Моя передача Но мы заканчиваем Этот матч Со счетом 2-0 Мы выиграли Как всегда Луис Густаво Хорош Но лучшего Дали В нашем правом Защитнику Фигуэрс Из Севили Ну что Пойдем искать Нового соперника Ну а следующий Наш соперник Будет Мотэфракт 100 Форма Тульского Арсенала Он видно Ее хочет Ну давайте Я в черненьком Зеленым На этот выпуск Она у нас Будет такая Так что По сопернику Соперник Вой-вой-вой Четыре Синих Карточки Одна Черная Два серебряных Матич Защитник Ну ребят Куарежмо Куардадо Буена Мартинес Центрального Атакующего Честно не знаю Защите Матич Данила Теперь из Порто Акорэмл Ну в принципе Состав Честно скажу Одни черные карточки Могут нас Похоронить В этом матче Так Ну начинаем Как всегда Немножко осторожненько Не знаю Думаю Нет смысла Закидывать Потому что Вот может Получиться Такая штука Пабон Пабон Мартинес И он решает Ударить Причем опасно Был бы Мартинес Лучше Может быть И попал Так Ну Как всегда Задача у нас Такая Если мяч Будет у нас То я думаю Соперник нам Не сможет забить Главное Контролировать Его грамот То есть Видите Вот мы начали Мы начали Себесами А так Привезли В принципе Мы то разводили Так Тем временем Дуглас Косту У нас постался Войти к Режму Где такое Еще Увидишь Кроме как Фифы Но не получилось Опять мы играем Через Ачева То есть Сначала матча У нас Играют Все защитники Ачева То есть Пасы набиваются Пока до атаки Дойти не можем Опять потеря Вторая потеря Подряд И опять удар Вот раз Ачева Выручает Пока я вижу Небольшая паника Но Я вам скажу Паузу Нажал не я Или на соперник Что-то задумал Я вам скажу То что Паника Видна Но Нет такого Что От нас Отскакит Как от бревна Лично я С пасом То не увижу То нам Слишком сильно То не до дачи Зачем-то пытался Сейчас через два Их сделал Баркли Соперник Я думаю Какой-то сюрприз Сейчас нам готовит На угловой Может какая-нибудь Домашняя загодовка Но в принципе Угловой Мы научились Снимать неплохо Талиса Наконец Прошла передача Шейлонг Запускает Талиса Но вот Было бы наоборот Убежал А так Я думаю Талису Я не убегу Да Я еще потерял мяч Но надежда Есть на опорников Он Ой-ой-ой Он пытается Запускать Но Пока И Мустафи И Лапорты Догоняют Но я чувствую Чувствую Что Ближе к концу матча Убежит он Убежит пару раз Посмотрим Надеюсь Что будет Как можно меньше А вот у нас Росбаркли Блин Был бы здесь Скоростной Забил бы А так Оу-ой-ой Опасно Опасно Был бы более-менее Скоростной игрок Убежал бы Но тут был Росбаркли Я думаю После этого матча Его Скачательно Поменяем Потому что Ну Пока Он мне не устраивает Не знаю Что именно Мне нужно В нем В атакующем Центральном Полузащитнике Но вот Росбаркли Пока В принципе Неплох Вроде Потянет Но не нравится Лично мне не нравится Мы же ищем Мы же В наших выпусках Ищем Классных игроков В принципе Не пускает Шайлонга В принципе Неплохих игроков Которые могут играть Скажу вам То что Соперник В принципе У него поджал Я думаю Ударов у него было много Классно сыграл Мустафи Ударов у него Уже было много В принципе Он неплохо Старается контролировать Причем Что у него есть Черные карточки Я этого не ожидал Я думаю Будет пытаться В пустое пространство Но честно скажу Мне нравятся Наши центральные Два защитника Они вот На опережении Сейчас очень хорошо играют Талиса Луис Густава Получила запустить Давид Дуглас Коста Набирает на правом фланге Обходит Удар Вратарь перед собой И Шейлонг 1-0 Ребята Вот опять Шейлонг Два матча Три гола Я вам говорю Это машина По забиванию мячей Причем он еще Не показал Своей полной силы Я вас уверяю То что он может Как он убегает Как он обводит Это еще не полно Я вам говорю Он лучше бомбардирование Меньше чем За 50 матчей Он забил уже 70 или 80 мячей Сколько он играет Он практически в каждой игре Старается забивать Либо делает Не знаю Голевые передачи Очень опасный Нападающий Пока я присматриваюсь К Талису Дуглас Коста Такие передачи Здесь не пройдут Присматриваюсь К Талису Есть Тайсон Но Тайсону я думаю Попробуем в следующий раз Ну а тем временем Мы пытаемся Отнять мяч У соперника В принципе Неплохо сыграл Сейчас в перехвате Рос Баркли Но Но Великолепно поставил Корпус И отдал передачу На Лонга Лонг Вот запусти обратно Баркли И была бы опасна Контратака Тем временем Мы получаем Контратаку Главное Вот такие закидухи Сейчас не пропускаем Но в принципе А что вам не нравится Тем что он сегодня Работает как Ну защитник пятный То есть он страхует Дуглас Коста Очень опасно Пытался принять мяч Луис Густаво Как всегда надежен Дуглас Коста Запускает Талиса Но Тут я вам скажу Тяжело было успеть В принципе У нас пошел разрыв Видно между Нападающими И всей остальной командой Есть достаточно Большой промежуток Одно из главных принципов Как выигрывать Вюфе Это компактность То есть если у тебя Вся команда Будет находиться Примерно в одном Прямоугольнике То есть небольшой Прямоугольник В нем не будет Большого разрыва Вот видите У него защиты И нападение Тоже достаточно Ой-ой-ой Мартинес Момент И это И это перекладина Бог ты мой Куда же я выношу Как не забивает соперник Я вам скажу Простил меня Но он достает мяч В принципе Атака еще продолжается Но защитники молодцы В принципе От защищался Дуглас Коста Как же я неудачно Это вынес Прямоугольнику Сопернику Говорю Закидушки Это будет опасно От него Думаю Раз Но убежит На угловых Мы научились В принципе неплохо защищаться Посмотрите Мы всегда первые на мяче Расскажу небольшой секрет Я стараюсь переключаться На защитника Который на штанге И как только И как только идет подача Я Ну жду Куда летит мяч И нажимаю Переключиться Меня переключает Именно на того игрока Который ближе Ко всего К этой подаче Дальше Дальше мое действие Подойти к мячу И выбить его То есть я зажимаю Стараюсь Зажимать Две дальних кнопки И пас И то есть Они стараются Оттеснить напад Но Как же опасно Нападение у него Конечно опасно Оно продирается Вот сквозь моих защитников Но тем временем У нас неплохая В принципе Может образоваться Контр-атака Дуглас Коста Талисы Илон конечно Очень быстры Очень хорошо разыгрывают Дуглас Коста Разворачивается Будет пас Ужасно Ужасно Лучше бы ударил Хотя бы Контр-атаки бы не было А теперь вот Иди догоняй А это очень опасно Потому что У него нападающий Вверх черной карточки Вторых я не знаю Ну Пабон я точно знаю У него скорость Наверное приличная Мартинес не быстрый А вот центральный Кардона Вот Вообще Честно Если кто-то что-то знает О нем Пишите Потому что Я для меня Это но Ну Открытие Опять великолепно Действуем на угловом Талиса Не нужно сейчас Бежать вперед Видите Он прессингует Троем То есть мы сейчас Троих обрезали Нужно как можно быстрее Переводить на другой фланг Сто процентов Там нет никого Так и получается Но видите Не получается запустить Потому мы обратно Переводим на другой фланг Где Дуглас Коста Великолепно Перевод сделал Фигуэрос Ой-ой-ой Это 2-0 Это 2-0 Это образцовая Контр-атака Шейлонг Снова забивает Да На самом деле Гол получился Благодаря двум переводам То есть мы Вначале перевели На правый фланг А потом на левый Теперь сопернику придется Совсем тяжело Потому что практически В конце тайма Он пропускает второй Он начинает Меня прессинговать Толпой Но он не понимает Одно То что парни Это видно у меня Не теряются А разбивать его прессинг Получается Получается за счет того Что у него Ну у него разрыв То есть у него Три игрока впереди А центральный Намного ниже Но Это ему все равно Позволяет Вот так опасно Кунтер атаковать На самом деле Ему просто не хватает Много То есть забей он И игра бы Совсем по другому Складывалась Мы свои моменты Забили Он нет Потому счет 2-0 Попытаемся Через Рос Баркли Не знаю Убежит он Или нет На пустое пространство Рос бежит В принципе грамотно Но вот я сделал пас на единяка И зачем-то я пытался Прострелить Не получилось А тут контратака Нужно ее прям Сразу же Сразу же Молодец Лапорте Великолепно в отборе То есть не дал развернуться Опять ошибка Понимаете У нас У него не успевает Нападающий Уйти назад То есть они Впереди просто стоят Но Лапорте Опять хорош Первый тайм Заканчивается Заканчивается Он в принципе Убедительный Победой 2-0 Шейлон делает дубль Пускай абы как Но мы забиваем 53 владения 4 удара У него 7 То есть он в принципе Больше атакует Но это помните Первый вот этот отрезок Стартовый Где он в принципе Нас Ну я скажу Поджал И в принципе Мы могли пропустить Но не пропустили Скажу то что Лапорте В первом тайме Был хорош Также понравился В принципе С натягом Немного В Рос Баркли Ну конечно Шейлон Ой-ой-ой Опасная атака Но опять В этот раз Фигуэрос Хорош Единяк Луис Густаво Луис Густаво Будет Да-да-да Правильно Все Тримулинас Подождал Опять обратно И вот здесь Вот я конечно Видите Прессинг вдвоем Все таки Вот таких вот игроков Как Луис Густаво Он заставляет ошибаться Чуть-чуть Не успевает Талиса Но опять же Посмотрите Как грамотно играет Луис Густаво Он делает Множество отборов Он много Перехватывает Он обрывает Его атаки Самое главное А тем временем Талиса Ну не убегу я От Аккоре Как бы он серебряный Серебряный Но парень Действительно Очень быстрый Для серебряного игрока У него скорость Где-то по 80 А это серебряный игрок Центральный защитник То есть достаточно Дорогая карточка У него Ну не знаю Я ее пару раз Пробовал Мне не понравилось Но соперник Великолепно Закидывает Пабон И он все таки Забивает А это еще 2-1 И 54-я минута Ребят Тут начинается Интрига Интрига такая Что будь здоров Сможем ли мы Выиграть Я не знаю Пока что Но буду надеяться Потому что играем В принципе неплохо У нас все получается Единственное Ну вот эти ошибки Блин Очень опасно Прессингует вдвоем И в принципе Он добивается этого Но как-то Тремулинас обогнал двоих Пытаемся играть Конечно доверно Без контр Пока так Баркли конечно Вообще скорость не набирает То есть стоячий На пустой пространстве Еще более-менее бежит А вот Дуглас Коста Это немного другой вариант То есть он постоянно ищет Для меня он удобнее То есть мы теперь наоборот Мы левым быстро Бежим А правый у нас техничный Ну зависит от игроков А тем временем На фланге у нас Рос Баркли Разворачивается сразу Против двоих Выдает в центр Луис Густаво Дальше Лонг Не успел даже И замахнуться Ребят Сразу же съели То есть в принципе Смотрите Он теперь за линией мяча Старается всей командой сидеть Я думаю Мы его вынуждаем А тем временем Опасная закидка И видите Два защитника у меня Не успевают Мартинес Вратарь вытаскивает А вот это могло быть И 2-2 И вот это могло все Начаться сначала Но Он не забил О чем я говорил То что мы его вынуждаем Сейчас за линией мяча сидеть Из-за того что Долго перепасовываемся Ну а смотрите Момент Неплохой Шейлонг Набирает на фланге Против него Защитник Ван Анхольд Все что я знаю По нему То что когда-то Он играл в Челси Но здесь он достаточно Он догнал Быстрого лонга То есть Думаю у защитника Скорость не 50 Это как минимум Тем временем Мы наконец вспомнили Про существование Дугласа Коста Но ненадолго Соберник сразу же отобрал Матич Центральный защитник Но пока у меня впечатление Двоякое С одной стороны Мы забили всего лишь Два мяча С другой стороны Его защитника В деле я не видел Ну пожалуй Было в первый раз Вот когда я увидел Вот этого голландца И все Тем временем Мы пытаемся Создать контратаку Разыгрываем Так сказать Такие треугольнички То есть я делаю Не просто пас А зажимаю Ближнюю правую кнопку На пульте Чтобы игроки Делали пас Забеганием И то есть 2-3 человека У меня одновременно Врываются в одну Или в другую зону А тем временем Смотрите Снова он пользуется Закидухами Прессингует Вратарем Двух У него минус 3 Сейчас Нужно Нужно Делать точные передачи Чтобы не пропускать Потому что Только Лапорта Нас сейчас Оставляет еще При счете 2-1 Нашу пользу Он включился Включился очень сильно Я думаю Нужно Нужно забивать Иначе мы можем пропустить Не радует меня Правый фланг Вовсе Рос Баркли Не то что не заметен Его просто нету То есть И потери пошли Получается что он открывается Не во фланг А пытается смещаться К центру И У меня фланг пустой Защитник Фигуэрос Ну не всегда успевает При быстрой контратаке То есть позиционный Да Еще правый фланг Как-то заполнять А так Ну Рос Баркли Просто меня не устраивает А мы великолепно разыгрываем Андерсон Зачем-то бьет верхом Шейлонг 3-1 Ребята А он делает хитрик Шейлонг делает хитрик Он забивает Пять ничей За две игры Обалдеть Обалдеть Ну тут конечно Он добивал уже пустые Я думаю Нет смысла Смотреть повтор Талиска Я пытался перебросить Но не получилось То есть вратарь Не знаю почему Он в руки его не взял Он отбил его перед собой И у нас получился Просто удар Пустые ворота Тем временем У нас Видно Луис Густаво Конечно подустал Но Талисы Не надо Да Зачем-то я запускаю Луис Густаво Моего опорника Но в принципе Получается неплохо Талиса Шейлонг Ну не доходит до него Эта передача Хотя видите Он как-то выкручивается Зачем-то Зачем-то удар Произвел я В итоге Контр-атака 4 в 3 Сказать что повезло Не сказать ничего Зачем-то соперник Решил использовать финты У него не получилось И он себе Из контр-атаки Создал позиционную Зачем Не знаю В итоге я думаю Это может аукнуться В конце То есть Не забил сейчас То есть в принципе Был момент Вот удар Но о чем Молодец Молодец Надо срочно скидывать Да Великолепно сыграли Защитники Но даем Даем бить Это опасно С одной стороны У нас есть шансы Для контр-атаки Правда не получается Пока что пасы Но я вам говорю Это пока что Единяк Великолепно пользуется Ошибкой Шейлонг Обводит защитника И Ребят Это покер Покер от Шейлонга 4-1 85-ая минута Шейлонг забивает 4 мяча Бог ты мой Такого я не видел Разобрался на самом деле Как и во втором голе Помните когда он Давид Луисов Убирал В прошлой игре Но Здесь конечно все классно 4-1 Я говорил что Аукнется Не использование Своих контратак В принципе 4-1 Счет Я бы сказал бы Не сказал бы что По игре Просто мы забиваем Мы практически все забиваем В данном случае Забивает все Шейлонг Я вам говорю Это форвард Просто смертельный Он сегодня похоронил соперника Он забил ему 4 мяча А тем временем Толиса Ну Толиса видите Ну не может он так убежать Вот Шейлонг Он убегает А Толиса Пока такой Ну более техничный То есть он раздает В принципе Он создает момент У него не получается забить И тут как тут Шейлонг То есть Если использовать Одного форварда Толиса Именно как Одного центрального То это я думаю Будет полнейшим Разочарованием А тем временем Смотрите Дугл с Коста Бегает Защитника Проходит по левому краю Великолепную скорость Набирает Обводить защитника Раз Два Передачи не получилось А там знаете Кто уже набегал Там уже набегал Шейлонг Тем временем Я думаю Будет подавать У нас Рос Баркли Ну Один из самых техничных Игроков сейчас Но Ладул он ужасно Опять же Опять же Там был Шейлонг Все Матч заканчивается 4-1 Победа имени Шейлонга Мы выиграем Эту встречу Это значит Что мы выходим В полуфинал Это уже достаточно Высоко Шейлонг лучший У него конечно Побон Что еще хочется Отметить Худший у нас в составе Стал Рос Баркли У него оценка Всего 6-6 Великолепен В отборе Был сегодня Единяк У него Кстати хочу Отметь матч 4 из 4 В созидании Хорош был Луис Густаво У него То есть и финты И пассы Посмотрите 26 26 Из них 24 точно Ну то есть Для центрального Полозащитника Это великолепная Великолепная Статистика В принципе Неплохая победа Теперь я думаю Перед полуфиналом Все таки Хочу рискнуть Поменять Роса Баркли Надеюсь Вы в комментариях Напишите На кого И самое главное Смотрите футбол Любите футбол Пока